Еще раз всем доброе утро, Олеся Галебнова, аудитор, заместитель директора по налогам у нас в студии. И в ближайшие несколько минут будем общаться на очень актуальную тему. Это те самые выплаты, которые в очередном своем обращении озвучил президент нашей страны. Доброе утро. Доброе утро. Олеся, ну давайте начнем с самой популярной, наверное, темы. Это вот то пособие единовременное, которое полагается вообще всем детям нашей страны. Да, это то, что сейчас будоражило абсолютно все население, потому что это первое... Потому что если помнишь, что хотя бы дети поедят, вот взрослые не факт, а вот дети что-то уже себе купят. Да, это первое пособие. Десять тысяч? Десять тысяч рублей, да. На каждого ребенка? На каждого ребенка в возрасте от трех до пятнадцати лет. До пятнадцати лет. То есть все-таки до пятнадцати лет, вот это такой очень важный момент, по поводу которого сейчас большинство разногласий, потому что президент озвучил пятнадцать лет. Закон, указ, то есть он сформулирован не вполне правильно, вот крайне неудачная конструкция, сказано, что при условии достижения ребенка в возраст шестнадцати лет до первого июля. Это... Как-то так понимать. Да, а подумайте, а кто такой ребенок, который достиг шестнадцати лет после первого июля? Ему было пятнадцать. А значит, он априори попадает под эту норму. Конечно. Соответственно, уже было разъяснение Минтруда, это пока не официально, но говорят о том, что до пятнадцати лет включительно. То есть я думаю, что все настройки будут сделаны в системе, все будет сделано так, чтобы именно до пятнадцати лет получать. Вот сейчас идут активные обсуждения в социальных сетях, в интернет, родители, конечно, кто умеет читать закон, они уже говорят, да какие разъяснения, есть же указ, то есть надо читать документ. Но мое мнение, что в лучшем случае поправят формулировку под то, что на самом деле хотели сказать. В худшем просто будут отказывать тем, кто будет подавать на шестнадцатилетних детей, и, соответственно, ну, как бы будут определенные расстройства. То есть не хватает всех этих хороших юристов в окружении президента, которые готовят такие указы? Я думаю, это спешка была, потому что одиннадцатого мая у нас было обращение, одиннадцатого же мая был принят ряд указов, постановлений. Ну, готовили же это обращение для президента. Ну, вот, скорее всего... И уже не стали писать, слушают президента. А, так, он объявил по десять тысяч, так, срочно начинаем готовить указы. Может, были какие-то короткие сроки. Я не удивлюсь, если было так, потому что сейчас все работы дистанционные, это определенные моменты налагает. Хорошо, давайте все-таки еще раз. То есть еще раз сформулируем, абсолютно всем семьям, неважно какой доход у родителей, это выплата полагает. Но ребенку должно исполниться уже три года, сейчас, до первого июля, и не быть больше 15 лет до первого июля. Вот так. То есть вот это вот очень важно. А вот каким способом и где быстрее всего и удобнее всего оформить заявку на это пособие? Это вот этот сайт, который вы написали? Да, он выведен сейчас на слайде, который идет, можно его показать крупнее. Повторила я его здесь, потому что сейчас это единственное место, единственный адрес, где можно достаточно легко оформить это пособие. Нюанс есть. Заходят на госуслуги через приложение, не могут найти, не выходит эта форма. У меня тоже был вопрос, зайти на госуслуги или сразу на это? Зайти на госуслуги, но через вот эту ссылку. Пособие 16, да? Да, пособие 16госуслуги.ру. Через эту ссылку сразу попадаете именно в форму заявления. Она заполняется, да, и, соответственно, все, никаких документов не надо. Заполняются сведения о ребенке, заполняется СНИЛС, вот что важно, автоматически должен заполниться. Но если у вас это не случилось, у телезрителей, то нужно сначала зайти в свой раздел, добавить ребенка в него, а затем уже выйти в эту форму. Я тебе еще, по-моему, не добавлял госуслуги. Да, и по идее должно все получиться, потому что это был такой нюанс, который мешал получению пособий, особенно тем, кто не получал СНИЛС за своего ребенка. Очень интересно, да, пособие 16 для детей до 15 лет. Да, да. Чтобы все непросто было. И когда лучше это сделать? Все знают, что сразу, как только Владимир Владимирович об этом сказал, обвалились и госуслуги, и сайт ППР, и все прочие сопутствующие порталы. Это все верно. Со вчерашнего дня это заработало, причем не с начала дня. Внедрили все формы. Лучше, ну, я думаю, что не нервничать, подождать пару дней, спокойно это сделать. Деньги не кончатся. Потому что платить будут с 1 июня. Все успеют. Сплатить с 1 июня. Поэтому, я думаю, все успеют. А сейчас, я, по крайней мере, в интернете вчера видела, очень много негатива возникает у родителей, нервов, потому что они не могут попасть. Но не надо создавать для себя такие ситуации, спокойно пойти и все. И вот я рекомендую подавать именно в электронном виде, потому что если вы обратитесь в отделение ПФР, то там нужны документы. Ну, это лишнее время доехать. Ну, чем ходить, конечно. Ну, с очереди различные, конечно. Хорошо. Ну, и очень символично, в День защиты детей придет день СМС-очка. Начиная с Дня защиты детей, начнут перечислять эти деньги. Ну, и, соответственно, если у вас несколько детей, то на каждого ребенка эта выплата положена. Больше детей, больше денег. Все логично. Сейчас, наверное, многие родители грустят, у кого дети младше, чем 3 года включительно. А нечего грустить, мы как раз, давайте сейчас вот следующий слайд нас включили. Нет, мы чуть позже тогда, давайте мы скоро ненадолго прервемся, чтобы про следующую выплату поговорить чуть позже. У меня только один вопрос остался по этой выплате. 15 лет, а что делать тем, у кого дети 16 лет? Ведь по закону Российской Федерации это такие же дети, которые на содержание у родителей. Есть одна небольшая поддержка, мы об этом поговорим позднее. Хорошо, тогда мы сейчас прервемся, после чего вновь продолжим задавать вопросы про те меры поддержки, которые озвучил президент в своем последнем обращении. Ну, давайте продолжать говорить о самом приятном, о деньгах, которые могут получить жители нашей страны. И родители, которые вот до 3 лет с детьми, так сказать, дома сидят. Да, я попрошу следующий слайд включить, чтобы телезрители его видели. Следующее пособие как раз для родителей ребятишек до 3 лет. Это та выплата, которая уже была, в принципе, раньше озвучена, но сейчас, с 11 мая, немножко поменялись условия для ее получения. Поэтому эта выплата 5000 рублей ежемесячно в течение 3 месяцев. Апрель, май, июнь. То есть это, в принципе, она уже была. То есть это ребятишки до 3 лет. То есть это от 0. И здесь, что интересно, вот сейчас появилось новое условие, которое позволяет всем родителям, ребятишек этих, получить пособие, но с определенным нюансом. И в социальных сетях, и в интернет звучит, что все у нас теперь, независимо от материнского капитала, вы становитесь обладателем этого пособия. Я тоже хотел точнее, да, потому что у кого-то это второй ребенок до 3 лет, и там еще маткапитал полагается. Подтверждать не надо, да, так? Вот нюанси, нюанси. Или это разные деньги? Нет, это все правильно. Это просто нюанс. Потому что не полностью поменяли редакцию указа 317-го, который ранее налагал вот эту обязанность подтвердить право, а дополнили еще одним пунктом. И теперь интересная ситуация. Родители первых детей, рожденных до 1 января, они просто заполняют заявление и получают это пособие. Родители же вторых, третьих детей, которые опять-таки связаны с получением материнского капитала, все так же должны его подтверждать. Потому что ничего не изменилось в этом смысле. Если первый ребенок, вы в более таком интересном... Есть какая-то маленькая легкая лазейка. Да, то есть здесь надо понимать, что не настолько все поменялось, что если второй, третий ребенок все так же нужно на сайте ПФР сначала получить, подтвердить свое право на материнский капитал, либо оно может быть у вас уже когда-то было, тогда вы, конечно, просто заполняете заявление, ну и только затем уже идти. Адреса те же, но госуслуги, только немножко другой адрес. Прямо заходите на госуслуги, ссылочка указана на слайде, она полностью приведена. Вот если завести все адрес ровно так, то вы как раз попадете в форму этого заявления госуслуги слэш, так, назад вернуться надо, ага, 39 55 93 дробь 1. Это вот как раз адрес этого заявления. Алис, можно я уточню все-таки, если родители имеют право на материнский капитал, то материнский капитал и вот эти 15 тысяч, это разные деньги? Разные. Они получат и это, и маткапитал. Разные, да. Это просто привязка к этому событию, то есть это не более, это не из этих денег, это просто привязка к определенному событию, это квалификации. Ясненько. Успеть подать заявление нужно так же до 1 июня? До 1 октября. До 1 даже октября. До 1 октября это надо сделать. Есть время, тем более, смотрите, очень удобно. Вот я рекомендую, вот если нету каких-то экстренных, конечно, ситуаций сейчас с деньгами, то это сделать в июле, потому что сразу уже за 3 месяца получить выплаты все 15 тысяч. Если, конечно, ситуация... А, так она каждую выплату отдельно подавать? Нет, нет, она просто будет приходить частями. То есть придет 5, 5, 5 тысяч. Ну, сразу заполняешь. Сразу 15, да. Я боюсь, что многие люди могут, конечно, совершенно неправильно, но подумать, а вдруг в нашей стране в июне что-нибудь опять поменяется? И будет новый указ, который каким-то образом отменит некоторые пункты из предыдущих. Лучше я сейчас заполню. Видимо, так подумали большинство людей, которые бросились тут же на сайт. И сайт рухнул, да? Да, и сайт рухнул, да. Но здесь еще, смотрите, такой нюанс, чтобы понимали все родители, что выплаты получат в любом случае, даже если малыш родится 30 июня, вот даже если 30 июня, то за один месяц положена выплата. То есть она не привязана к числу дней в месяц, сколько у вас был ребенок в возрасте до 3 лет. То есть все, за один месяц точно получите. Поэтому вот это очень важно. Слушайте, ну хотя бы хоть какие-то появились надежды на жители нашей страны, хотя бы какие-то мы видим цифры, и уже хотя бы мы понимаем, что скоро будет нам получена какая-то помощь. И здесь еще есть такой момент, вот именно по этому пособию есть возможность заполнить заявление на сайте ПФР, адрес также указан. И вот там точно не будет сложностей со СНИЛСом. То есть можно будет как раз указать, ну и система должна подтянуть к вашему заявлению, даже если вы не получали на ребенка СНИЛС эти данные. Поэтому, ну вот, возможно, есть смысл обратиться на сайт ПФР для тех, кто раньше не получал. Спасибо этой системе. В следующей студии поговорим о ежемесячной выплате малоимущим семьям на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Такая тоже есть. Продолжаем вас знакомить с новыми мерами поддержки, о которых сказал президент России несколько дней назад. Касается она как единовременных пособий, так и ежемесячных. Все зависит от того, какое настроение у вас в семье. В данном случае настроение зависит исключительно от детей. Как я уже пошутил тут у себя в Инстаграме, наконец-то можно будет накрыть стол за счет несовершеннолетнего, да? И это приятно. Давайте третий момент о тех, у кого в семье либо безработные, да, либо недостаточно средств, ну, так сказать, для существования. Малоимущие. Малоимущие – это как раз третий вид выплат, который предусмотрен сейчас пакетом мер антикризисных. Это как раз те 33 тысячи, о которых говорил президент, что можно сейчас получить 33 тысячи. Вот они были озвучены в обращении президента. Он, конечно, в среднем взял сумму пособия 5,5 тысяч, но эта сумма нефиксированная. Надо понимать, что она на самом деле представляет собой 50% прожиточного минимума на ребенка. При этом, смотрите, мы обращаемся в 2020 году, это будет второй квартал 2019 года. То есть смотреть нужно именно вот эти цифры и именно вот эту дату. Ну, и это, естественно, не для всех, как уже правильно отметили, что это имеется в виду для малоимущих. А кто такой малоимущий, да, у нас в России? То есть это когда средний душевой доход семьи меньше либо равен прожиточному минимуму опять-таки вот за этот второй квартал 2019 года. Пример? Пример. Чтобы было понятно. 12 тысяч 38 рублей в Красноярске. Красноярск относится к третьей группе территорий на Красноярском крае. Можно, в принципе, посмотреть по любому региону. Первая, вторая, это у нас северные территории, там прожиточный минимум повыше будет. Поэтому смотрите, 4 человека в семье, то есть 2 взрослых, 2 ребенка умножаем на 4 эту сумму, это должен быть ваш доход средний душевой. Но в чем нюанс вот этого пособия? Вот удобно сделали, ничего не надо предоставлять, никаких справок, то есть ничего. Вы просто заполняете заявление, допустим, на сайте госуслуг или обращаетесь в МФЦ, и далее соцзащита уже сама по межведовственным каналам собирает информацию в подтверждении ваших данных. И там вы даже не вносите свой средний душевой доход. Но тут нужно понимать, вы должны знать свою сумму, прежде чем вы обращаетесь. А здесь вы должны тогда взять справки, учесть все свои поступления, мамы, папы за 12 месяцев, среднюю посчитать, вот у вас и будет ваш средний душевой доход. А если человек безработный? Если человек безработный, то вот это как раз и есть послабление от 11 мая, не будет учитываться его прошлый опыт, то есть не будет учитываться его прошлый доход за прошлый год, который мы считаем. Если он безработный, ему будет выплачиваться это пособие однозначно. То есть резюмируя, без всякого подтверждения, просто так же зайти на сайт, найти нужную форму, оформить за последние 12 месяцев. И если даже вы безработный, не надо ни на какую биржу труда становиться, чтобы... Или все-таки нужно встать, потому что о вас информация, как о безработном, должна быть в гос... Ну, в госструктурах. В госструктурах, да. Вы когда-то до этого встали, и больше вам ничего делать не надо. То есть, соответственно, вы будете получателем вот этого пособия. Опять-таки, на каждого малыша это будет. И еще смотрите, какой интересный нюанс. Если до 31 декабря этого года обратиться, то выплатят его, начиная с 1 января. Ну, то есть, если ребенку уже, конечно, было 3 года. Если ему исполнится в мае 3 года, то с мая до декабря выплатят и так далее. А вот если уже в следующем году обращаться за пособием, то там надо успеть в полгода. То есть, с момента события. В следующем году там новая будет пандемия, да? Не дай бог, конечно. Скажите, а вот до декабря там стоят какие-то сроки определенные? Потому что вот эти вот 5 тысяч, вы рассказали, что будут платить каждый месяц, да? То есть... Три месяца. То есть в июне за май, ой, за апрель, получается, да? Или как? В мае за апрель. В мае, в июне, в июле. Да, и так далее. А что касаемо вот этого пособия, оно будет тоже единовременно и в какой-то момент до декабря месяца? Нет, это ежемесячное пособие. Оно будет работать и в 20-м, и в 21-м году. Поэтому нужно просто... В чем удобство? Если это сделать сейчас, вы получите за весь год, независимо от того, что сейчас у нас май, но подав заявление, вы получите начиная с 1-го января. Но оно будет работать, пока не скажут, что все, мы перестаем давать это пособие. Или вернуться к тем цифрам, которые были до этой ситуации. Кто-то успел в данном случае, да? Да, и чтобы опять-таки не было какой-то паники, с 1-го июня заработают госуслуги на момент вот этого вот пособия. Сейчас можно лично по записи в соцзащите, люди торопятся, ну, конечно, подают уже, у них документы принимают. Но удобно, в свободном режиме это можно будет сделать только с 1-го июня. Ну, по крайней мере, это такая официальная дата, которая звучит. Может, и раньше, но проверять надо. То есть, возвращаясь к первой выплате, в 10 тысяч рублей, если в семье, например, 3 ребенка, то семья получит 30 тысяч. По 10 на каждого, да? Да, да. Ну, в этом возрастном диапазоне. В этом возрастном диапазоне. Еще тонкости и нюансы этой темы сразу после небольшой паузы. Еще одна позиция у нас появилась. 3 тысячи рублей под номером 4. Что это такое? Это вот как раз пособие на детей, на всех до 18 лет включительно. То есть и выплачивается она родителям, потерявшим работу. То есть это вот именно защита от того населения, которое потеряло работу. Выплачиваются эти 3 тысячи при обращении на биржу труда. То есть когда становятся на учет в Центр занятости, да, вот этот слайд, пожалуйста, который вот сейчас включили. Важные условия безработным нужно встать после 1 марта и, соответственно, встать на учет. То есть есть такое временное ограничение 1 марта. И уже выплачивается максимальное пособие по безработице. Оно у нас составляет 12 139. То есть это еще одна из мер поддержки от государства. И плюс к этому будет 3 тысячи на каждого ребенка. Каждый месяц? Каждый месяц. Пока не трудоустроится. То есть пока будет начислиться на бирже труда. Ну что ж, понятно. Алис, нам присылают вопросы. Вот Юля, мать троих детей, пишет, что она как раз сейчас заполняет заявление. Сразу всех троих детей указала заявление. Надо ли на каждого отдельно заполнять? Или она все сделала правильно? Все правильно. Одно заявление на всех детей заполняется. Сколько бы не было детей, одно заявление. Юля, все сделала правильно. Ставьте галочку и отправляйте туда, куда нужно ваши данные. Мечтаете уже, на что потратить эти деньги? Дети должны решать. Конечно, да. В июне скажешь, сынок, вот твои 10 тысяч, дочь, вот твои 10 тысяч. Двери перед вами открыты. Я хотвилс, я куклу лол! С 1 июля в лагеря наконец-таки детские заработают, поэтому можно будет потратить. Подводя итоги, хочется сказать, что вся информация есть в доступе. Там все очень удобно. На самом деле, когда заходите на сайт госуслуг, есть определенные иконки, нажимая на которые, сайт вас перенаправляет на то или иное заявление, которое вы хотите заполнить и отправить. За исключением 10 тысяч. Надо вот именно по этой ссылке проходить, потому что не находят люди, которые просто обратившись на госуслуги, не могут найти это заявление. Ну, может, потому что его только вчера туда внедрили. Возможно, сегодня будет большой баннер на главной странице сайта. Может, что-то поменяется. Но, по крайней мере, на сегодняшнее утро вот эта актуальная информация. Одни из самых полезных последних 30 минут нашей программы были сегодня в компании специалисты. Да, это очень приятно. Алиса Галебнова, спасибо вам большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова